К нам поступил запрос, чтобы мы вовлекли сотрудников компании в дачу обратной связи по поводу того, как они взаимодействуют друг с другом. Беда была в том, что они не проходили опрос, посвященный внутреннему НПСу, не видели в этом никакого смысла. Мы проводили диагностику, изучали все процессы этой компании и видели, что процессы, если там есть какие-то недоработки, то сотрудники решали по ходу. И вот эта задача «давай обратную связь раз в полгода» они в этом никакого смысла не видели, потому что сами по себе все решали и видели только как дополнительную бюрократию. И мы озадачились этой проблемой, как вовлечь сотрудников в дачу обратной связи систематически, чтобы это бы решалось не в кулуарах, а все было прозрачно и понятно. И зная, что компания имеет в качестве стратегических направлений и тему постоянных улучшений, а в первую очередь самоуправляемости, нам пришла идея токенизировать ресурсы департаментов таким образом, чтобы токены давали какие-то полномочия для людей, ими обладающими в контексте управления процессами, в которых эти люди участвуют. Иными словами, каждый департамент был представлен в виде акционерного общества, который выпускает свои акции, токены, а сотрудники соседних департаментов – акционеры, которые могут эти акции, токены зарабатывать с помощью дачи обратной связи, и на полученные акции, токены, могут влиять на процессы, в которых они взаимодействуют. Мне не нравится, как работает ДИТ, Медленов, у меня есть столько-то токенов, я могу эти токены обменять на ускорение своих задач и так далее. И вот мы эту систему токенизации ресурсов департаментов разработали и придумали креативные концепции для вовлечения сотрудников в сбор этих токенов, чтобы они собирали эти токены. Мы донесли и мысль, что вы есть босс процессов, через мотивационную программу, которая так и называется «Яблос процессов», и рассказали, что ты можешь зарабатывать токены различным способом, в частности, в первую очередь, для сбора обратной связи, выдачи обратной связи, а также и различными игровыми механиками, по же самой таполкой тыкаешь, получаешь токены. И в наших планах процесс заработка токенов сделать более распространенным, обратную связь сделать транзакционной, что-то часто давали, не раз в полгода, и реализовать культуру формирования, культуру влияния на соседний департамент, но не через, как это раньше делалось, там типа пришел, совет дал, и пришел, рассказал, как можно что улучшить, а через такой технологический подход, через токенизацию, через партнерскую культуру, если можно так сказать. Но партнерская не в контексте просто опять, ты мой партнер, я твой партнер, и тали-вали. А партнерская, действительно, мы дали инструмент влияния на работу департаментов. Таким образом, повысили самоуправляемость и децентрализацию. Даже начальник департамента теперь, по сути, не является царьком у себя, а он выдает какую-то часть своих акций людям и уже обязан выполнять их требования. Вот такая история. Продолжение следует... Продолжение следует...